Добрый день, дорогие друзья! Немцева Светлана Алексеевна, главный врач Староскольской окружной больницы. Это вакцина, которая работает против коронавируса. Как она работает, я хочу вам рассказать. Самое главное в этом коронавирусе, что позволяет ему работать у нас в организме, размножаться у нас в организме, это вот эти шипики на короне, которые прикрепляются к клеткам организма человека и дальше проникают в наши клетки нашего организма, заражают их и вызывают повреждения, вызывают болезнь. Вот эти шипики, вот эти, это С-белок. Давайте запомним этот термин, С-белок. Это важно, чтобы понять, как действует вакцина. То есть без вот этих шипиков, без этого С-белка вирус в организме работать не может. Это важно. Для того, чтобы сделать вакцину, наши ученые из научного центра Гамалеи взяли вот этот самый главный С-белок и отрезали его от коронавируса, ну, скажем так, ножничками. Отрезали. Мы с вами отрезали С-белок. Теперь этот С-белок нужно, чтобы попал в организм человека, нас с вами, и вызвал развитие иммунитета против коронавируса. Но просто так С-белок поместить в наш организм нельзя. Поэтому придумали специальный носитель. С-белок мы с вами нарисуем. Давайте вот С-белок. Итак, что же такое вакцина «Спутник Ви»? Мы с вами сказали, что самая главная часть коронавируса – это С-белок, его шипик. Шипик мы отрезали, и теперь его нужно поместить в организм человека, чтобы на этот шипик выработались антитела. Это очень важно. Поэтому С-белок соединяют с носителем, с вектором. Что такое носитель? Что выступает в качестве носителя в данном случае? Это оболочка от аденовируса, лишенная способности размножаться в нашем организме. Но перенести в наш организм С-белок оно вполне может. С-белок внутри аденовируса оболочки. Вектор 1. Оболочка аденовируса 26. Аденовирусом 26 мы все с вами болеем в течение жизни. Мы все с вами с ним встречаемся. Все это различные виды ОРВИ, которые мы и не замечаем. Ну, подумаешь, немножко был сопли, ну, по-моему, подумаешь, немножко был кашель. Вот и все. А вектор 2 – это такая же точная оболочка внутри С-белок, только это аденовирус тип 5. И, соответственно, этот вектор вводится к нам в организм при первой вакцинации. И второй вектор вводится к нам в организм при второй вакцинации. Сейчас покажу, что происходит в организме. Поскольку нам нужен вектор для того, чтобы С-белок попал в клетку, вот носитель, наш вектор сюда попадает. И из него выходит С-белок. В клетку попал наш носитель. Из носителя вышел С-белок, столкнулся с клеткой, и образовались на это столкновение антитела. Потом носитель погибает, С-белок погибает, а антитела остаются, и мы с вами приобретаем иммунитет. Почему два раза? Почему один и второй? Это вот будет у нас вектор 1, да? А вот будет вектор 2. Когда вектор 1 образовалось 1, 2, 3, 4, 5 антител. А когда мы с вами ввели вектор 2, 22-й день, здесь уже будет столько антител, много. То есть мы иммунную реакцию организма на 22-й день с помощью вот этой второй дозы усиливаем в 2-3 раза. Видите, сколько антител на вторую дозу образовалось? Вот смысл второй дозы. Усилить иммунитет, который образовался на вторую дозу. Самое главное, что никакого коронавируса в организм не попадает. Самое главное, что ничто в организме не размножается. Мы даем толчок, команду на С-белок вырабатывать антитела. С-белок, повторяю, самое главное в коронавирусе. То, на что должна вырабатываться реакция иммунного организма. То, на что должны вырабатываться антитела. И мы с вами получаем частичку С-белок коронавируса. Он не может работать без носителя. Единственная его функция – дать толчок образованию антител. После попадания в организм, после выхода из носителя. Вот этот вектор, вот эта оболочка, она в организме просто разрушится. Она не работает в организме. Не размножается этот аденовирус. Все. Мы получаем антитела к С-белку коронавируса. И, соответственно, если коронавирус мы столкнемся потом, после прививки с коронавирусом, то вот эти антитела нейтрализуют попавший в наш организм коронавирус. Он просто у нас быстренько умрет, и мы не заболеем. А не просто вот эти антитела, образовавшиеся после прививки коронавирус, будут уничтожать при каждом контакте. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Будьте здоровы.